По неофициальным данным, каждый пятый житель Казахстана — лудоман. Стало известно, что только за 10 месяцев текущего года в обращении букмекерских компаний находится более 100 миллиардов тенге, а число тех, кто ставит большие деньги, с каждым разом увеличивается. Подробности у нашего корреспондента. Привычная картина для большинства казахстанских городов. В центральной улице в буквальном смысле завалены рекламы букмекерских компаний. Сегодня только по официальным данным больше 300 тысяч казахстанцев страдают этим недугом. По мнению специалистов, в зависимости от азартных игр является тяжелой формой психологического расстройства, по сложности сопоставимая с наркоманией и алкоголизмом. Это патологическое пристрастие, связанное с постоянной необходимостью ощущения азарта. Многие люди во время игры считают себя уверенным в полном контроле над ситуацией и надеются на скорый выигрыш и обогащение, ничего не делая при этом. Лечить в первую очередь нужно обращаться к специалистам, к психиатру. В первую очередь к психиатру. Почему? Потому что меняется биохимия мозга. Это нужно понимать. Все различные способы ходить по бахсе или еще что-то, заговаривать, это малоэффективно. Да, я знаю случаи, тем не менее, скажем, когда хорошая, добротная беседа, допустим, ну вот я знаю, что в Татарском мечети, да, и мам есть. В отличие от наркомании, лечить игроманию сложнее, уверяют медики. Игроману достаточно взять в руки смартфон, как его вновь тянет к легким деньгам. В итоге он попадет в зависимость. Психологи-наркологи разрабатывают разные способы избавления от этой пагубной привычки. Это все препараты одной группы, обладающие одним эффектом. Химический состав почти у них схожий. Поэтому зависимость у них одинаковая, будем так говорить, что от героина, что от ромодола. Но в том плане, что он относится к синтетическим препаратам, синтетике, его сложнее лечить. И зависимость возникает быстрее, чем от других, допустим, психотомных препаратов. От того же героина, допустим, он быстрее зависимый возникает. И то, что его можно купить. По информации Министерства внутренних дел Республики Казахстан, уровень азартных игр и ставок увеличился в 40 раз по сравнению с 2019 годом. За последние два года рынок азартных игр обогнал рынок недвижимости и занимает лидирующие позиции, на которые больше всего тратят казахстанцы. Именно по этой причине мы поднимаем вопрос с игроманией и зависимости среди казахстанской молодёжи. Показатели и цифры шокируют. Мы будем всесторонне рассматривать решения по искоренению лудомании. По информации Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, азартные игры не только вызывают зависимость у граждан, но и ускоряют различные противоправные преступления. 20% из них совершаются на почве азартных игр. Дана Киримбаева, Ибула Джагапара, Александр Грабриев, Телеканал ТДК-42.